ПЕСНЯ За эти годы в Пензе родилось немало добрых починов. Наш фильм расскажет об одном из них. Сначала несколько цифр. Подсчитано, в городах области ежедневно делается более полумиллиона покупок, большинство из них в крупных магазинах. Сколько же времени уходит у покупателя на то, чтобы сделать покупку? В разных магазинах по-разному. Здесь считанные минуты. Пензенский универсал. Площадь торгового зала 1200 квадратных метров. Годовой оборот более 7 миллионов рублей. Так начинается каждое утро универсама. Директор магазина Коротков подводит итоги вчерашнего дня, ставит новые задачи. Здесь все для удобства покупателя и экономии его времени. Продуманное размещение товарных отделов, яркая, видная издалека реклама. В магазине около 4000 наименований товара. Казалось бы, как быстро найти желаемое. А между тем, времени на покупку здесь тратится в несколько раз меньше, чем в магазине, где за прилавком продавец. Самообслуживание удобно, выгодно. Вот почему более половины магазинов области перешло на эту прогрессивную форму торговли. И еще одно новшество универсама, продиктованное заботой о покупателе. Здесь, наряду с продовольственными товарами, можно купить предметы домашнего обихода. Ассортимент, как видим, самый разнообразный. А если пришел вот такой покупатель, подумали и об этом. Жителям микрорайона полюбился кафетерий универсама. Здесь можно посидеть за чашкой кофе, полакомиться кондитерскими изделиями, изготовленными искусственными мастерами сладкого цеха. Увеличение площадей торговых залов и самообслуживания – такова одна из тенденций современной торговли. Но есть и другая, не менее перспективная. Это создание специализированных магазинов и объединений. КОНЕЦ Райский уголок. Отсюда мы начнем наше путешествие не по тропическому острову, не по зоологическому саду, по одному из крупных магазинов торгового объединения «Товары для детей». Магазин называется «Малыш». И этим как бы определяется обстановка торговых залов. И широкий товарный ассортимент, рассчитанный на маленького покупателя. И квалификация продавцов, имеющих необходимые навыки общения с детьми. КОНЕЦ Здесь нет в привычном смысле продавца. Хозяйничают в этом сказочном царстве они сами. КОНЕЦ В объединение «Товары для детей» вошли три предприятия, размещенных в разных районах города. Коллектив этого объединения выступил одним из инициаторов соревнования за высокую культуру торговли и достойную встречу 25-го съезда партии. Это обращение подхватили коллективы других объединений, в том числе объединения «Одежда». Благодаря новой организации торговли без прилавков и умело найденной планировке и размещению товаров в торговом зале покупатель легко ориентируется здесь. А продавец? Его задача – помочь выбрать товар по вкусу, сделав это тактично и квалифицированно. Специализация позволила торговым объединениям установить тесную связь с промышленными предприятиями, прежде всего своей области. Многие разрабатываемые фабриками модели перед тем, как поступить в массовый пошив, предварительно обсуждаются здесь, в магазине. Идет заседание художественного совета швейной фабрики имени Клары Цеткин. Завтра эти модели пойдут на конвейер. Но сегодня им вместе с художниками-модельерами дают оценку работники торгового объединения «Одежда». Субтитры создавал DimaTorzok Показ новых моделей – это тоже результат творческого содружества фабрики и торгового объединения. Субтитры создавал DimaTorzok